У нас впереди главная схватка вечера. Да, действительно, сейчас Магомед Ансаров и Юз Фраисов, два одноклубника. Полная, но амбициозная федерация УАЕБАДЖЕ представляет вам главное событие этого вечера. Супер-схватку! И на ковер приглашается абсолютный чемпион мира по версии ACBGG Магомед Ансаров! Магомед Ансаров, как здорово встречает аудитория. Пурпур от Арби Мурадова. Пурпур от фиолетовый поезд, для тех, кто не в курсе, представляет город Грозный и спортивный клуб Беркут. Абсолютный чемпион мира ACBJJ по синим прессам, чемпион Европы Айзии по версии ACBJJ. И чемпион Москва интернешного троуги в этом году. А также золото на ACBJJ ноуги. Занимается в районе всего 5 лет. До этого имел фукарный практичок Джудон. Но, как говорится, сам Магомед в данный момент Джудон практически не использует в своей игре. Чемпион Лиги ACB в полулёгком весе. За его плечами 13 профессиональных побед и лишь одно поражение. Приветствуйте! Юсуф Борс Раисов! Ну и поистине звезда российского и мирового ММА, не побоюсь этого слова, экс-чемпион. Уже экс, потому что свой поезд оставил вакантным Юсуф Раисов и перешёл на вес выше Юсуф Раисов. 13 побед и лишь одно поражение. Поражение, которое Юсуф отквитал. И теперь зрители очень ждут его дебюта в лёгком весе против Андреа Виннера, экс-пойца UFC. Это был 10 ноября, но пока схватка со своим одноклубником Магомедом Анстаровым. Очень интригующее противостояние. Два одноклубника, два спарринг-партнёра, которые сегодня именно здесь уже в официальной схватке попробуют. Это очень знаковая встреча. Есть некая предыстория именно этого мероприятия, именно этого формата турнира, который получился вот сегодня. Дай Бог, чтобы я её успел рассказать. Да, конечно, да. Мы надеемся, что вы нам об этом расскажете, уважаемые другие коллеги. Дело в том, что именно во время тренировки в одном зале между этими двумя спортсменами возник спор на тему... Ну, такой спор, дружеский спор на тему всё-таки чьё джиу-джитсу в ноу-ги круче, что называется. И, вы знаете, именно этот спор сподвиг на организаторов и промоутеров YBJ на то, чтобы их схватка состоялась не где-то там на дне борьбы в рамках своего зала, а именно на большой арене. Таким образом, появился принцип именно этого ивента MMA против джиу-джитсу и собрался дальше уже, как бы, карт-оброс новыми участниками, которые с удовольствием согласились принять участие в таком мероприятии. Да, действительно, в социальных сетях эта тема прослеживалась, о которой вы говорили. И даже анонсировались схватки их, даже прямые эфиры в зале. И, как мы видим, до таких крупных масштабов всё это переросло и родилась идея проведения этих суперсхваток. Представители MMA против представителей БЖЖ. Действительно, это ключевая схватка получается, самая знаковая схватка. Ну и юз Фраисов находится в гарде у соперника. Этот самый гард очень надёжно охраняет Магомед Ансаров. Как сказал Магомед Ансаров, ох ты, отличная попытка свипа не реализовалась. Как сказал Магомед Ансаров, сегодня он пришёл на день борьбы. Он работает против своего одноклубника, он не будет агрессивничать, взрываться. Он пришёл на день борьбы, он находится в таком нормальном нейтральном расположении духа. Без каких-то волнений лишних, которые могли бы помешать ему выполнять задуманные. Ну и мы вспомним победу юз Фраисова над Диего Санчесом. Очень серьёзная схватка была в Москве. И посмотрите, что делает Магомед Ансаров в бэк-маунти. Кто-то вышел, вышел за спину. Вышел. Был ли слэм? Слэм не было. Ну, как мне кажется. И пожалуйста, всё-таки ещё нет. Ещё нет. Юсуф выходит из сложной позиции. Магомед Ансаров не получает баллы за свои действия, получает только адвантедж. Но было красиво. Это как же близок он был к этому. Согласен. Дерзко, красиво, технично. Абсолютно. Пытается Юсуф засмешить хавгард Магомеда, пройти. Ну и пожалуйста, контроль ног. Контроль ног. Да-да-да, действительно он контролирует. Закрыл треугольник, но достаточно скользкий Магомед Ансаров. Да, действительно. Он буквально выскользнул, выскользнул из этого вот захвата. Пытается обойти гард, но нет. Магомед Ансаров. Вот мы сейчас видим, как нам демонстрирует гибкость Магомед Ансаров в позиции upside down. Возвращает гард. Да, действительно мы видим. Предупреждение даёт Али Магомедов. Юсуф Рейсов. Да, да, предупредил Юсуфу. Но Юсуф даже, по-моему, не отреагировал. Он очень сосредоточен на проходе гарда. Юсуф Рейсов, надо сказать, что достаточно хорошо знаком с бразильским джиу-джитсом. Имеет синий пояс от Арби Мурадова. И также две золотых медали уже заработал Юсуф, выступая по синим поясам по правилам бразильского джиу-джитсу. Это был чемпионат Европы ECBGG в Польше и Poland Open Nogi, там же, в Польше, в Варшаве. Ну и тем временем, 25 секунд до конца первой пятиминутки, Юсуф Рейсов пока уступает по Адвентичу. И, пожалуйста, обратно изглом руки. Обратный рычаг может быть, здесь может быть и яма-плата. Не дает Юсуф Рейсов выполнить техническое действие. Не так-то прост. Попытка прохода. Очень гибкий Магомед Ансаров. Не дает им возможности. Да, мощный напор против гибкости и подвижности. Завершается у нас первый раунд в пользу Магомеда Ансарова. Одно предупреждение было у Юсуфа Рейсова и один Адвентич. Предупреждение переносится и на второй раунд, и на третий, на весь поединок. От него Юсуф уже избавится. И вот здесь, пожалуйста, за малым, вот буквально, я не знаю, очень-очень близок был Магомед Ансаров. Был ли это свит или нет? Я бы не был, да? Потому что, казалось бы, уже зацепил. И тут такой кульпит произвел Юсуф Рейсов. За последний бой вечера и последняя суперскладка. И за победу болевым в этой суперскладке компания «Али» удваивает гонорар спортсменов. И вот, пожалуйста, в случае победы с Абмишном, того самого Сабмишна, который мы с вами ждем уже, удваивается гонорар победителя. Я думаю, это дополнительная мотивация. Только что спонсор объявил, главный спонсор мероприятия объявил о том, что с своей стороны удваивается приз. Чем здорово подбодрил зал. И наверняка и атлетов, которые находятся на татане. Вход в одну ногу со стороны Юсуфа Раисова. Продолжает он развивать атаку. Да, недоволен, недоволен Юсуф Раисов, что соперник не принимает дуэль в стойке. И Ансаров так, наверное, как одноклубник все-таки решил принять этот вызов в стойке именно. Ну и Юсуф, конечно, надо действовать. Действовать пока Магомед Ансаров здесь. Его стихии. Нет, все-таки нет. И уходит партер Ансаров. Рискованно Ансарову работать в стойке против Юсуфа Раисова. Опять, опять. Извините, дорогие уважаемые зрители. Иногда даже в комментаторах включается режим болельщика, что называется. Иногда позволяются какие-то эмоции и междометия, незаконченные фразы, когда наблюдаем за остротой поединка. Юсуф пытается обойти гард. Очень активен Юсуф. На данном этапе противостояния. Нужны ему баллы. И Магомед Ансаров готов взорваться в любую секунду. Мы увидели, как красиво в первом раунде он оказался за спиной у Раисова, но не сумел заправить ноги. Практически, практически это было сделано, но в последний момент Юсуф перевернулся и этот самый захват расцепил. Хорошо играет гард Магомед Ансаров. Уже не первый раз Юсуф пытается колесом преодолеть охрану своего соперника, но пока данная попытка не увенчалась успехом. Внутреннюю Долариву очень крепко держит Магомед Ансаров и не дает пройти гард не слайсом. Батерфляй. Озадачен, конечно, Юсуф Раисов. Не получается у него никак обойти гард и нужно что-то придумывать. Магомед Ансарова такой ход поединка, наверное, устраивает. Он ждет своего шанса. Да, он видит, я так понимаю, ошибки Юсуфа и ловит его практически на одной и той же ошибке. Вот опять была попытка поймать Юсуфа на той же ошибке. Он слишком отделяет свою левую руку от корпуса, тем самым оставляя пространство для атаки ногой или рукой. То есть вот на все эти обратные рычаги, омоплаты. Он быстро восстанавливается, несомненно, но есть вот этот момент. Ну и Магомеда тоже призывают к активным действиям. Да, разумеется, он не рискует. Обвинить, конечно, в пассивности Юсуфа Раисова сложно. Очень напористо он ведет игру. Ну и посмотрите, все-таки вот в этой схватке, наверное, дух соперничества и градус напряжения повыше, чем в других. Несмотря на то, что они являются однако... О, посмотрите, что делает Магомед Ансаров! Вот это да! Снова пытается выйти за спину. Но пока он не заправил оба крючка, ему нужно растянуть своего оппонента Юсуфа Раиса. Ну что называется, слегка растянуть его позвоночник. Но Юсуф не так-то прост и не отдает эту позицию. Возвращаются в гард спортсмены. Острый момент, острый момент. Так же, как и в первом раунде. Один раз за пятиминутку Магомед Ансаров буквально на волоске от тех самых заветных баллов бывает. Адвентич он получает, соответственно, и этот раунд также остается за ним. 30 секунд до конца пятиминутки второй. Да, и Магомед делает весомую заявку на победу в этой схватке, потому что два раунда за ним. И в третьем Юсуф просто вынужден завершать досрочно эту схватку и удвоить свой гонорар, что он с радостью, наверное, сделал бы. Юсуф немножко негодует по поводу того, что соперник играет гард. Все. Второй раунд у нас завершается. И он также остается за Магомедом Ансаровым. Напомним, уважаемые друзья, что участники очень мотивированы, потому что в случае проведения сабмишна победитель получит двойной гонорар. Ну а мы напоминаем вам, уважаемые друзья, что генеральным спонсором данного турнира и федерации YBJJ является, при поддержке РОВ имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмад Хаджи Кадырова, является компания «Олимп». Производитель спортивного питания и биодобавок премиум-класса «Спорт Нутришн». «Олимп» – это выбор чемпионов. Ну и главное противостояние вечера Юс Фраисов против Магомеда Ансарова. Напомним, это первый турнир федерации YBJJ. В этом году еще будет один турнир из серии «Оупен». В следующем году четыре города Северного Кавказа и лидеры в рейтинговой системе в конце года получат возможность принять участие вот в таких супер-сватках. Активно, активно и первым номером начинает Юсуф Раисов. И есть тейкдаун и два балла. Первые два балла. Взрывается зал, взрывается зал. Это то, чего ждали они от этой схватки. Ну, Магомед Ансаров, в принципе, понимает, что даже этот тейкдаун, он, в принципе, ничего уже не изменит, если он не пропустит сабмишин. Потому что два первых раунда за ним. Поэтому, я думаю, здесь уже такая стратегическая игра в исполнении очень умного спортсмена Магомеда Ансарова. Ну, а Юсуф – это, конечно, мощь, это напор. И мы видим, что он до последнего будет пытаться искать возможность для сабмишина. Что он вынужден делать? Рефери предупреждает Юсуфа, что нельзя хватать открытой ладонью за горло соперника. Очень интересный спортсмен Магомед Ансаров. Увидим ли мы еще один взрыв в его исполнении в этом раунде? В предыдущих двух, по одному разу он нас радовал такими попытками, которые, ну, чуть за малым не завершались результативно. Очень агрессивен Юсуф Фраисов, по-спортивному злой. Агрессивен, но совершает всю ту же ошибку. Чуть не совершил. Окей. Очень может быть, что, возможно, именно вот эта спортивная злость и азарт немножко мешает ему сосредоточиться на проходе гарда своего соперника с точки зрения технической, чтобы найти лазейки. Да, вот, чтобы на секунду проанализировать моменты, найти технические лазейки, как реализовать проход гарда. Да, действительно, когда спортсмен нервничает, когда спортсмен злится, это мешает ему думать, быть хладнокровным. Магомед Ансаров делает, наверное, то, что он и должен делать, и чуть не проводит свит. И, пожалуйста, он его проводит, но встает, да, встает на ноги Юсуф Фраиса. Не доработал. Вот Магомед Ансаров, благодаря, наверное, мощи Юсуф, уходит из-за этих опасных ситуаций. Но факт остается фактом, Магомед должен дорабатывать в таких моментах. Да, тактика Магомеда играть гард, искать секунду для атаки. И предупреждение Магомеду Ансарову. Вот это да, посмотрите, 1-1 по предупреждениям. Юсуф Фраисов атакует ногу Магомеда Ансарову. Попытка ущемления хилла с ухожилием. 1 Адвентедж плюс 1 Адвентедж в копилку Юсуф Фраисова. Итак, у нас на табло 1-1 по Адвентеджу, мы 1-1 по Пеналти. И 2-0 в этом раунде. И 2-0 в этом раунде в пользу Юсуф Фраисова. Но этого может быть недостаточно, потому что два предыдущих раунда завершились в пользу Магомеда Ансарова. А счет здесь обнуляется с каждым раундом. Я уверен, что в данный момент Юсуф настроен на то, чтобы искать сабмишн. Да, действительно, это логично. Возможно, он будет рисковать, но он будет искать сабмишн. Он, находясь в гарде, тяжело искать сабмишн. И Юсуф должен пытаться выйти из него. Вот в этом вы правы. Да, вот мы об этом уже говорили сегодня с моим уважаемым коллегой. На грани фола уже действует Юсуф Фраисов. Это и давление локтем, и работа головой. Но очень серьезное желание у Борза вырвать эту схватку. Не любит проигрывать Юсуф нигде. В ММА, само собой, в грэплинге также. И в джиу-джитсу тоже. И что у нас получается? Пассивность. Еще один пассив. Магомеду Ансарову и актив. То есть активность Юсуф Фраисов. И посмотрите, что делает Магомеда Ансарову. Одну ногу заправляет. Два балла. Два балла за свип, но за спину он не выйдет. Не успевает. Две секунды до конца поединка. Сабмишнам эта принципиальная встреча не разрешилась. Но публика очень довольна тем, что произошло в этой схватке. Это было действительно мощно. Это было красиво. Это было динамично. И, наверное, по праву, и правильно сделали организаторы, что именно эту схватку сделали в завершающей схватке этого вечера. Да, действительно, очень интересный поединок мы с вами увидели. Украшение этого турнира, как и все схватки. Скучно сегодня точно не было. Я думаю, первый турнир в Айбажаже удался. И следите за этой федерацией, следите за их турнирами. Я думаю, большое будущее у этих ребят. Тем более, если они продолжат привлекать звезды в ММА, это будет поистине очень рейтинговое мероприятие в любом случае. Дорогие друзья, оба спортсмена заслуживают ваших бурных аплодисментов. В этом поединке, в этой схватке победу по очкам одержал представитель ПДЖ Магомед Ансаров. И да, поздравляем Магомеда Ансарова с этой победой. Очень бескомпромиссная, качественная схватка. Мы видим, Юсиф простроен. Но ничего, я думаю, это хороший опыт. Представители бразильского джиу-джитсу, что называется в условном командном зачете, одержали победу на джиу-джитсу. 7-2 общий счет.